В связи с современным так называемым глобальным потеплением климата происходит следующее. У нас полярные области сильно прогреваются. Они прогреваются со скоростью в три раза больше, чем мы вот здесь находимся, чем наша умеренная широта. А экватор, он находится в прежнем положении, там ничего практически не происходит. Это приводит к тому, что ослабевает западно-восточный перенос. А если ослабевает западно-восточный перенос, то начинает работать меридиональный процесс. То есть Арктика прорывается к нам сюда, и наоборот, с юга процесс меридиональный идет, так сказать, холод идет, то есть тепло идет на север. И вот такого рода контрасты, они создают как раз вот все темы, те самые катаклизмы природные, которые сейчас просто нарастают. Вот особенно, вот сейчас вот я наблюдаю, вот допустим, Южный федеральный округ, там где Краснодар и так далее, то у них град с глубиной яйцом, то ливни и так далее. Вот там очень неустойчивая ситуация, надо прямо сказать, тем более влияние моря. У нас здесь, видите, мы живем, в общем-то, в достаточно спокойном регионе. У нас нет ни гор больших поблизости, ни моря нет. И местность такая достаточно равнинная, поэтому мы сильно, на нас сильно влияет в зимнее время Северная Атлантика, она всегда приносит нам тепло. Ну а в летний период, вот как я уже показал, сильную роль играет все-таки у нас радиационный фактор. Но тем не менее, поскольку фронтальные системы, они вот всегда идут к нам с запада, вот те, которые приносят осадки и так далее. То есть, таким образом, даже прирост температуры глобальной на один градус, вот, он приводит, ну, скольки, ну, наверное, процентов на 10-15 увеличивается количество вот этих неблагоприятных явлений. Ну, статистика есть этому, я вот сейчас, как я говорю, не помню, сколько это, но самое главное, тенденция. Тенденция идет по нарастающей. Это мы обрабатывали, кстати говоря, сами данные и Удмуртии, там еще более резко выражена вот такая картинка по возникновению опасных явлений. Продолжение следует...